Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. 9 мая их портреты по городу гордо несут красногорцы. В шестой раз в День Победы на Волоколамском шоссе – волна памяти. Это наш дедушка Чижов Николай Николаевич. Он прошел финскую войну, с 1939 года воевал. Вернулся домой в 1946-м, дошел до Берлина. Второй дедушка у нас – это Синельщиков Михаил Дмитриевич. Участвовал в параде Победы в Москве. Тоже дошел до Берлина. Мы с собой прихватили нашего любимого украинца. Потому что считаем, что советская армия, нашу победу выиграли на эту войну многонациональный советский народ. Поэтому мы всех любим и ценим. Воевали на разных фронтах. Кто-то выжил, кто-то нет, кто-то умер от ран. Вот, всем вечная память. От улицы Циолковского по главной магистрали города мимо ДК Подмосковья к стадиону «Зоркий». Колонну возглавили военные действующих частей. Из Нахабина, Николу Урюпина и Красногорска. За их спиной юные защитники Отечества. Волонтеры. Они несут огромное знамя Победы и Триколор. Сам бессмертный полк начался с Карбышевцев, лицея номер 4 и юнормейцев отряда «Пламя» из 2-й гимназии. Присоединиться к патриотической акции мог любой желающий. Впечатляет меня то, что так много наших жителей, наши горожане, наши дети сегодня вышли и вот вместе с нами, все мы вместе в едином порыве принимаем участие в этом самом главном, самом светлом празднике – Дне нашей Великой Победы. На штендере в руках главы сразу два героя – бабушка, труженица тыла и двоюродный дед-артиллерист. Рядом лица других героев – партизан и санитарок, танкистов и летчиков, узников концлагерей и блокадников, рядовых, полковников и героев Союза. Некоторые транспаранты даже без снимков, но эти победители тоже в строю. День Победы, как он был от нас далек, как от трепотушек твоя уголек. Они сражались за Розину и победили. Бессмертный полк составили сотни и сотни героев. В городском округе Красногорск, по оценкам организаторов, участие в акции приняли 23 тысячи человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова